Поведение ребенка, на которого не обращают внимания, имеет скрытый смысл. Все это не случайно. Это означает, что ребенок тоже хочет иметь свое место в компании, в семье, в любой группе, в которой он находится. Но этого места у него нет. Он чувствует себя чужим и потому ведет себя именно таким образом. То толкнет отца, то свалится на младшую сестру, а в итоге наносит вред общему делу. Плохо то, что отец не понял первопричину поведения сына, а потому сделал именно то, чего делать не следовало. Он велел ребенку идти в дом, подальше от всех. Он будто бы сказал Бевину, ты не один из нас, а потому не можешь проводить время с нами, уходи отсюда. Тем самым он некоторым образом подтвердил то, что переживал внутри себя ребенок. Это была первая порывистая реакция отца. Так как ребенок портит то одно, то другое, отец должен был остановиться и задуматься. Погоди-ка, почему ребенок ушел от нас? Почему он толкает нас и устраивает весь этот беспорядок? Но мужчины не исследуют эту проблему, чтобы найти правильное решение. Вместо этого, подавшись порыву, он резко говорит, уходи отсюда, чтобы иметь возможность спокойно заниматься своим делом. Но что в это время происходит с ребенком? В его душе еще глубже укореняется ощущение, что он не такой, как его сестры. Он здесь чужой. Ребенок, растущий в семье подобным образом, постоянно будет то надоедать матери, то мешать отцу, то раздражать братьев и сестер, то что-то ломать и портить. И даже если его за это шлепать, то ничего хорошего не выйдет. Он все равно найдет способ всех огорчить. Вопрос в том, что те, кто несет ответственность за такого ребенка, должны постараться помочь ему встроиться в команду. То есть приспособиться к окружающим, почувствовать радость от совместной деятельности. Очевидно, что он ведет себя плохо именно потому, что ему не хватает этой радости. Может быть, в рассматривании нами ситуации было бы хорошо, чтобы отец, заметив поведение сына, оставил снеговика и сказал девочкам с воодушевлением, с веселым расположением духа. Ничего страшного, давайте и мы покатаемся с горки. Затем он мог бы подозвать сына и сказать ему, давай ты будешь первый, будешь нами руководить. Ты начинаешь утрамбовывать снег, а мы тебе поможем. И тогда мы сделаем хороший спуск и сможем весело все вместе покататься с горки. Это не означает, что отец питал бы высокомерие ребенка. Потому что здесь речь вообще не идет о высокомерии или об эгоизме. Таким образом, отец мог бы помочь ребенку научиться сотрудничать и не чувствовать себя отделенным, забытым и одиноким.